всем привет в этом видео я покажу новенькую клиентку она показывает фотографию чтобы она хотела но при этом добавляет делайте что хотите и форму и дизайн я спиливаю предыдущее покрытие которое кстати неплохо держится и про себя думаю надо повторить ту же самую форму которой и было потому что клиент новенький если я сразу сделаю ему четкий квадрат как мы все любим чтобы фотография была инстаграмовская с четкими линиями я не знаю как этому отнесется клиент новый потому что не все клиенты любят четкие квадраты да это и понятно они колются с ними некомфортно а предыдущая форма было что-то типа мягкого квадрата квадратуру круга как я ее назвала в телеграм поэтому форму я менять не стала а вообще для этих ногтей подошла бы любая форма мне кажется и овальная или и миндальная если длину побольше сделать и квадратная на этапе маникюра у меня торнадо начала забиваться присыпкой я не пользуюсь потому что считаю что сам опил от ногтей и не от ногтей даже а от птериге и от кутикулы и играет роль то с той самой присыпки если же она начинает забиваться фреза то на этот случай у меня в пакетике лежит две или три фрезы я просто меняю ее и все поработала я и шариком magic beats которую вы видите сейчас и жемчужный шарик жемчужной фрезой шариком так вот жемчужные с керамическим напылением они конечно дешевле но знаете оказалось хуже потому что той фрезы с белым пояском хватает ну наверное клиентов на 5 на 6 а вот это magic beats она дороже чуть ли не в два раза но она до сих пор еще острая в общем ее на дольше хватает во первых ну и работает она лучше поэтому она все таки стоит своих денег после того как я прошла с шариком вы видите что опять я почему-то взяла торнадо я опять я почему-то там вычищаю но я уже в предыдущих видео говорил что таким образом я расковыриваю себе карманчик поглубже базу фиора использую дополнительная кисть здесь и говорит о том что родная кисть из флакончика уже не достает до дна бутылочки поэтому мне приходится переворачивать бутылочку и по капельке на палитру и из палитры дополнительной кисточкой блестки от лео нейл печальная такая история с этой фирмы было это в то время когда они мне присылали на обзор была еще новая фирма и они были так в восторге от своей разработки я помню девушка говорила какие хорошие материалы просто прямо в таком восторге было и когда они ко мне приехали мне что-то там не понравилось что-то понравилось что-то не понравилось как часто бывает со всеми марками нету ни одной торговой марки где бы абсолютно все было бы хорошо какие-то материалы хорошие какие-то не очень это вот везде так вот чтобы я не пробовала вот буквально сегодня девчонки ватсап обсуждали какую бы фирму вы выбрали если бы вам нужно было бы выбрать только одну какую-то фирму и пользоваться только одной этой фирмой и мы прям даже и засомневались какую же фирму потому что да как я сказала какие-то лайки в одной фирме хорошие другие там лайки в другой фирме хороший общем выделить какую-то одну сложно здесь впервые на арене у меня аэрограф с краской для аэрографа на клиенте я это делаю первый раз до этого я баловалась аэрографом и гель-лаками может кто помнит кто со мной давно на канале но тут мне предоставилась возможность взять гель-краску для аэрографа на обзор одну я взяла попробовать у меня это аэрограф уже и запылился весь и вот я первый раз при вас пробую на клиенте ничего сложного вообще-то в этом абсолютно нет единственное там но нюансы надо знать чтобы краска долетала до ногтя уже высохшие опять же надо торцы заточить в общем покрывать так как мы втирку покрываем чтобы она не сползла с торцов я ее тут дополнительные базы закрепляла и двумя слоями топа все равно я конечно волнуюсь как клиентка относит аэрографию но мне показалось что я ее закрепила на славу во всяком случае втирки держатся а втирки примерно такого же свойства как и аэрография рисую здесь акварель акварель и не советую брать дешевую ту которая в детских магазинах канцелярских продается все-таки лучше взять нескую палитру а потому что я пробовала детскими акварельными красками рисовать во первых сами краски имеют в составе какие-то частички вот ими рисуют а на ногтях не не просто нежные вуали а прям какие-то частички но впрочем у невской палитры тоже такие краски попадаются вот одна коробочка вроде бы одни краски равномерно ложатся а другие прям какую-то пылью прям крошки какие-то в красках в общем вот после перекрытия то а чё тут у меня белый экран то какой-то не идет ничего что ли с монтажом я тут чуть напутал ладно в общем вот такой у меня результат получился надеюсь что она у меня относит аэрографию хорошо подписывайтесь на телеграм на канал youtube ставьте лайки творческого вам вдохновения пока пока